Рубрика «Зверское утро» и сегодня в ней сервал Тед. Они обитают там, где много зарослей, но тропические районы они обходят, в пустынях они тоже не живут. А так 16 подвидов сервалов существует. Сервалы, как правило, охотятся на грызунов и птиц, могут поохотиться на доманов, на фламинго. Они, как правило, кратутся, а потом делают стремительный прыжок. Они могут прыгать до 3 метров в высоту, и по сравнению с другими кошачьими у него по отношению к телу самые длинные лапы, поэтому он дает ему хорошие прыжки. В зоопарке он у нас кушает, значит, разную птицу, это перепела, цыплята, курицу. Также он кушает красную рыбу, очень любит ее, кушает кролика и говядину. Он съедает около 600-700 граммов, и в воскресенье мы даем говядину полторы нормы. Он съедает тедичка. Ай-яй-яй, нехорошо. Вот так они охотятся. А вы случались, что он у вас цапал? Нет, меня не цапал. Мы с ним также занимались тренингом. Он умеет вставать на задние лапки, показывать свой животик. Посетители его очень любят, около него он останавливается надолго. Есть еще забавное, как-то мы с ним играли в лазерную каску. Он бегал по всему вольеру, у нас собралось здесь очень много желающих посмотреть на эту игру. Сервалы живут до 20 лет. В зоопарках могут и дольше прожить, до 25. В природе, наоборот, меньше, соответственно, около 15, как правило, 13-15 тетек. Они могут быть более яркого окраса, могут быть более светлого как тет. И также они могут быть меланистами. Это вообще среди кошачьих очень распространенное явление. Меланисты – это кошки, у которых пигмент меланина слишком много, поэтому они становятся черные. Даже не черные, а темно-бурые. И пятнышки при этом сохраняются, их видно при свете. Субтитры создавал DimaTorzok